МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие категории граждан могут рассчитывать на помощь прокурора при обращении в суд? Что для этого необходимо сделать? Каковы полномочия прокуроров с деманной инстанции? Какая практика по обращению прокуроров в суд в интересах граждан сложилась в нашем регионе? Вот далеко не полный перечень вопросов, на которые мы попытаемся ответить в нашей передаче. Сегодня у нас в студии начальник отдела по обеспечению и участия прокуроров в гражданском мероприятии процессе прокуратуры Чувасской республики Алексей Зотович Зольников. Здравствуйте, Алексей Зотович. Здравствуйте. Алексей Зотович, скажите, пожалуйста, каким законодательством предусмотрена полномочия прокурору по обращению в суд в интересы граждан и все ли категории граждан могут рассчитывать на помощь прокурора? Полномочия прокурора по обращению в суды с заявлениями предусмотрены Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, в частности, статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, который говорит о том, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в интересах защиты прав, свобод и законных интересов граждан при наличии определенных условий и в интересах определенных категорий граждан. К ним относятся лица, которые по состоянию здоровья, возраста, недееспособности и другим уважительным причинам не могут самостоятельно обратиться в суд. То есть я так понимаю, что прокурор может обратиться в суд в интересах инвалида, престарелого, недееспособного гражданина, несрочнолетнего. А вот все ли инвалиды, например, считаются гражданами, которые сами не могут обратиться в суд? Или все-таки есть какие-то критерии, и необходимо это разграничить? Закон, процессуальный закон прямо не предусматривает какие-либо разграничения между гражданами, которые по состоянию здоровья не могут сами обратиться в суд. То есть инвалид первой группы, либо это инвалид третьей группы. Но обращаясь в суд, прокуроры, конечно же, оценивают возможности гражданина, именно исходя из его состояния здоровья, потому что и инвалид инвалиду бывает, что рознь. То есть есть граждане, которые не могут самостоятельно передвигаться, либо им затруднительно просто-напросто написать заявление в суд в силу отсутствия физических возможностей. А есть инвалиды, есть определенные заболевания, которые, в принципе, допускают возможность гражданину самому пойти в суд, подать заявление, самому прийти на судебное заседание, участвовать в нем. То есть, конечно, при обращении в суд прокуроры это учитывают. И если прокурор видит, что гражданин способен самостоятельно реализовать свое право на обращение в суд и самостоятельно участвовать в судебном заседании, то в этих случаях, конечно, мы разъясняем гражданину это право, именно право самостоятельно обратиться в суд. А есть ли исключения из этого правила? Может ли прокурор, допустим, обратиться в суд в интересах абсолютно полноценного человека, дееспособного, совершеннолетнего, непрестарелого, соответственно, который может сам обратиться в суд? С 2009 года в Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации внесены изменения. И с этого момента прокурору предоставлено право обратиться в интересы граждан, которые являются полностью здоровыми, работающими, полностью дееспособными, но по определенным категориям дел. Это дела, связанные с защитой трудовых и иных социальных прав граждан, защиты семьи, материнства, отцовства, детства, права, связанные с жилыми помещениями в государственном и муниципальном жилом фонде, право на образование, на медицинское обслуживание. То есть гражданинам достаточно написать заявление прокурора, я так понимаю, для того, чтобы прокурор мог обратиться в суд в его интересах? Безусловно, основанием для обращения прокурора в суд с заявлением по названным категориям споров является письменное заявление, либо в иной форме выраженное волеизъявление гражданина относительно обращения прокурора в суд в интересах этого гражданина. А по каким вопросам прокуроры обращались в интересах граждан чаще всего? Вообще, в 2012 году в целом городскими и районными прокурорами нашей республики в суды направлено более 12,5 тысяч заявлений в интересах граждан. Основную категорию заявлений составили заявления о взыскании задолженности по заработной платы и иные трудовые споры. Их количество около 10 тысяч заявлений на общую сумму около 100 миллионов рублей. Помимо взыскания заработной платы, прокуроры обращались в суды с заявлениями и о возложении на работодателя обязанности провести аттестацию рабочих мест, о предоставлении граждан специальных средств, которые необходимы для выполнения той или иной работы на производстве. Кроме того, почти тысяча исков была направлена в суды в интересах прав несовершеннолетних граждан. Также прокуроры активно защищали права граждан, пенсионные и социальные права граждан. Почти 200 исков направлено в суд в защиту пенсионных и иных социальных прав граждан. Около 300 заявлений составили заявления в интересах жилищных прав граждан. Также прокуроры активно поработали по защите прав инвалидов. Это наиболее часто встречаются заявления о возложении обязанности на собственников нежилых помещений установить пандусы, поручни, обеспечить инвалидов техническими средствами реабилитации, с путевками на санаторно-курортное лечение. Например, прокуратурой Московского района было направлено в суд исковое заявление в интересах гражданки, которая проживала с другим лицом, страдающим хроническим заболеванием, что, в принципе, и по закону исключает их совместное проживание. Все это время ей приходилось ютиться в комнате в общежитии вместе с племянницей. Размер жилплощади не превышал 16 квадратных метров. Жить в таких условиях инвалиды не могут, тем более совместно с еще одним взрослым человеком. В очередь на предоставление новой квартиры женщина встала, но столичная администрация затянула решение этого вопроса. В официальных запросах чиновники ссылались на отсутствие в бюджете необходимых средств. В прокуратуре Московского района посчитали, что этот факт не является основанием для отказа в получении жилья. Разрешить проблему было возможно только в судебном порядке. Отстоять позицию инвалида прокурорам удалось. В январе судья вынес решение о предоставлении женщине благоустроенной квартиры. Учетная норма предоставления жилья составляет по постановлению главы города на одного человека от 16 до 18 квадратных метров. То есть минимум ей дадут однокомнатную все-таки квартиру? Как правило, это однокомнатная квартира общей площадью около 30 квадратов. Поскольку решение суда не вступило в законную силу, администрация города вправе его обжаловать. Затем администрация города вправе обратиться об отсрочке исполнения данного решения. То есть с учетом финансовой возможности, наличия необходимых средств в бюджете города, вопрос этот будет решен. Алексей Зотович, в последнее время часто приходится слышать о незаконных сделках с использованием материнского капитала. Не всегда, к сожалению, покупается пригодное жилье, в том числе за счет средств материнского капитала. Складывается такое впечатление, что некоторые нерадивые мамы хотят просто обналичить деньги, которым выделяет государство для обеспечения жилищных прав все-таки их детей. Вот в этом направлении что-то делается прокуратурой? Такие факты, к сожалению, в нашей практике тоже имеют место. И они не единичны. Прокуроры практически по всей республике отслеживают движение и использование распоряжения средствами материнского семейного капитала. И выявляют факты, когда недобросовестные мамы вместо того, чтобы направить эти денежные средства, которые предоставлены государству, прежде всего ребенку, и направить эти средства для того, чтобы обеспечить жильем несовершеннолетних детей, либо же направить их на обучение, либо на накопительную часть трудовой пенсии, они, как вы правильно сказали, просто-напросто стремятся обналичить и использовать эти денежные средства для собственных нужд. При выявлении нарушений, при распоряжении средствами материнского семейного капитала прокуроры обращаются в суды с исковыми заявлениями и требуют признать эти сделки незаконными. Наиболее часто встречаются случаи, когда приобретается жилое помещение, непригодное для проживания. Например, одна из жительниц города Чебоксары приобрела в Ядринском районе жилой дом. В составе семьи 4 человека, то есть 2 несовершеннолетних ребенка. При этом площадь дома составляла всего лишь 10 квадратных метров. Мало того, что по своей площади жилой дом не позволял улучшить жилищные условия, так он имел еще и 65% износа, то есть был непригоден для проживания. Поэтому прокурор своевременно выявил это нарушение и отреагировал путем обращения в суд, поставив вопрос о признании договора купли-продаж жилого дома недействительным. Хотелось бы поподробнее остановиться на вопросах, связанных как раз таки с проживанием граждан в ветхом жиле, непригодном для проживания. Насколько я знаю, что этот вопрос является достаточно спорным, поскольку чиновники не всегда торопятся признавать жилье граждан непригодным для проживания, поскольку возникает обязанность именно по жилищному кодексу предоставить таким гражданам во внечередном порядке жилье. Я знаю, что такая ситуация складывалась, в частности, когда прокуроры обращались в суды в интересах участников Великой Отечественной войны, которые проживали в ветхих домах, которые почему-то признавались комиссиями, созданными местными администрациями, пригодными для проживания. Скажите, а вот в прошлом году прокуроры обращались в суды в интересах граждан, которые как раз таки проживают в ветхих домах, аварийных, непригодных для проживания? Действительно, такие случаи, к сожалению, тоже не единичны. И один из наших сотрудников, в частности, выезжал на личный прием в прошлом году в Ибресенский район, где к нему обратились два инвалида с жалобой на то, что они проживают в ветхом жилом доме. Однако комиссия, которая проводила обследование этого дома, признала дом пригодным для проживания. Давайте покажем сюжет об этом. В одном только поселке полтысячи человек нуждаются в улучшении жилищных условий. В их числе инвалиды и сироты, которым жилое помещение должны предоставить без очереди. Станислав Кольцов, инвалид третьей группы по зрению, живет в своем ветхом доме, который был построен еще в середине прошлого века. За эти годы здание сильно обветшало, хотя в доме и четыре печки, в помещении сложно ходить без верхней одежды. Значит, вот эту изоляцию резал и мочил в сильном растворе, в цельном растворе, и трамбовал туда, вот эти дыры, трамбовал. Вот маленький сейчас вроде не выходит, а то прямо вот здесь был иней. Станислав Макарович с супругой живут одни, у детей давно уже свои семьи. Пенсионеры вдвоем не в состоянии отремонтировать жилье. В общем, я одно говорю, дом непригодный для жилья, жития. Надо его по новой убирать и по новой делать что-либо так. Ну а у меня не хватит. У меня нет столько ресурсов. Нет у меня столько ресурсов. Вот такое дело. Станислава Макаровича еще с 15 декабря 2009 года в администрации Ибресинского городского поселения поставили в очередь, как нуждающегося в жилом помещении. Но пока он не обратился к прокурору Ибресинского района, дело не двигалось. В связи с чем, в прокурору района инициировано обследование Межрежиссерской комиссии жилого помещения, в котором проживает Кольцов. По результатам обследования Межрежиссерской комиссии дало заключение о том, что жилое помещение, в котором проживает Кольцов, является пригодным для постоянного проживания. Однако изучение данного заключения прокурору района показало, что данное заключение является незаконным, поскольку в ходе обследования выявлено повреждение несущей конструкции и конструктивных элементов жилого дома. В связи с чем, в прокурору района принято решение о направлении в Брестинский район суд исковозавеления о признании незаконным данного заключения и обязании администрации Брестинского поселения предоставить к Кольцову и Сталамахаревичу благоустроенное жилое помещение. Суд и Брестинского района, который состоялся еще в мае прошлого года, обязал администрацию поселка предоставить благоустроенное жилое помещение по договору социального найма во внеочередном порядке. Предположительно, в ближайшее время семья Кольцовых справит новоселье в многоквартирном доме в райцентре. Если решение суда вынесено, прежде всего оно должно быть исполнено, но если оно не исполняется, предусмотрено, во-первых, принудительное его исполнение, которое осуществляется службой судебных приставов. Но если не удается исполнить и в таком порядке решение суда, предусмотрена ответственность по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации за неисполнение решения суда. Сейчас очень много вопросов возникает, именно больных вопросов у граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Скажите, а прокурор обращается в суд в интересах граждан именно по таким вопросам? Прокурор наделен полномочиями обратиться в суды с требованиями о защите прав граждан и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Но здесь очень широкий спектр вопросов может быть охвачен и прокурорской проверкой, и обращением в суд. Это и начисление излишней платы за жилищно-коммунальные услуги, это и невыполнение управляющими компаниями каких-либо обязанностей, связанных с ремонтом жилых помещений, с ремонтом кровли жилых домов. В последнее время рассмотрен ряд исковых заявлений прокурора города Новочебоксарска о возложении на управляющую компанию НАВЭК обязанности передать техническую документацию на многоквартирные жилые дома другой управляющей компании, которую граждане избрали на общем собрании. А суть дела очень проста. Была управляющая компания НАВЭК, с ней граждане заключили договор на управление многоквартирным жилым домом, но по определенным причинам приняли на общем собрании решение отказаться от услуг этой управляющей компании, что допускается законом, и граждане реализовали свое право, избрали новую управляющую компанию. Однако последнее отказывается передавать техническую документацию на жилой дом, поэтому прокурор был вынужден обратиться в суд с такими требованиями. Еще пример у нас был по Шумерлинскому району. Шумерлинский межрайонный прокурор обратился с заявлением в суд о возложении на управляющую компанию провести ремонт крыши жилого дома, поскольку она находилась в неналежащем техническом состоянии. К сожалению, есть граждане, которые беспечно относятся к своему здоровью и страдают более того заразными формами заболеваний, которые опасны для жизни и здоровья других граждан. Как с этим бороться? Прокуроры работают и в этом направлении. Наиболее злободневным является вопрос распространения заразных форм туберкулеза, потому что лица больные заразными формами туберкулеза, они порой уклоняются от принудительного лечения. Поэтому для защиты прав граждан от таких больных, таких категорий больных, прокуратуры республики и Министерства здравоохранения и социального развития республики, также подписано совместное указание о порядке взаимодействия по выявлению таких категорий граждан и обращению в суды с исковыми заявлениями. Здесь налажено очень тесное взаимодействие, обмен информацией и по всей республике прокуроры такой информацией обладают и обращаются в суды с заявлениями о принудительной госпитализации граждан, которые больны заразными формами туберкулеза. И, наконец, последний вопрос. Когда гражданин обращается к прокурору с просьбой обратиться в его интересы в суд, всегда ли его просьба удовлетворяется или не всегда все-таки? К сожалению, вынужден констатировать тот факт, что бывают случаи, когда прокурор в силу определенных условий не может обратиться в суд в интересах гражданина. Во-первых, если гражданин не относится к той категории, которая предусмотрена законом и в интересах которой прокурор имеет право, имеет право процессуальное обратиться в суд. Во-вторых, не всегда граждане обращаются к прокурору при наличии оснований для выхода в суд с заявлением, потому что при проведении проверки прокурор, конечно же, оценивает судебную перспективу своего обращения в суд. А бывают случаи, когда просто-напросто отсутствуют доказательства для того, чтобы имелись основания и обратиться в суд, и в последующем получить положительное решение, которое действительно бы восстановило права гражданина. Например, когда граждане работают, выполняют определенные работы у того или иного работодателя без оформления трудовых отношений. Ничем не подтверждается факт работы, ничем не подтверждается размер заработной платы. Конечно, здесь доказать в суде просто-напросто невозможно, что права гражданина были нарушены. И бывают случаи, когда граждане обращаются к прокурору по истечении длительного времени, с момента нарушения его права, потому что существует такое понятие, как срок исковой давности, то есть срок, в течение которого гражданин, либо в данном случае прокурор, может обратиться в суд за защитой нарушенного права. Если этот срок пропущен, то в случае, если ответчик заявит об этом, то однозначно суд вынесет решение об отказе в иске как гражданину, так и прокурору. Несмотря на вышеизложенные факторы и трудности, которые встречаются у прокурора при обращении в суды с заявлениями, должен сказать, что любое обращение гражданина будет рассмотрено, и при наличии оснований прокурор обратится в суд в интересах гражданина. Спасибо, Алексей Затович. Уважаемые зрители, у прокурора довольно широкие полномочия по защите прав граждан в судебном порядке, и сегодня органы прокуратуры активно ими пользуются. Однако это не означает, что нужно долго ждать и терпеть, прежде чем обратиться к прокурору за защитой нарушенных прав. Нельзя никогда забывать о том, что для суда всегда важны доказательства. Об этом надо позаботиться самому гражданину. Помните, спасение утопающего прежде всего делает рук самого утопающего.